Получение денежной компенсации за травмы в ДТП сократят до минимальных сроков. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром страны. Об этом и других нормативных нововведениях в обзорном материале программы. Пострадавшие в ДТП будут получать страховую помощь по упрощенной системе. Премьер-министр страны подписал постановление, согласно которому возместить вред здоровью при транспортной аварии можно по оперативной схеме. Гражданам не придется дожидаться окончания лечения, как прежде. Сумма компенсации будет складываться на основании медицинских документов, подтверждающих степень и характер травмы. С 1 апреля этого года сумма страховой выплаты за причиненные в ДТП увечья составит 500 тысяч рублей. В России могут появиться государственные аптеки. С инициативой создания такой сети выступил Владимир Путин. На сегодняшний день в России существует множество частных аптечных торговых точек. Но ценовая политика в них не всегда доступна для социально незащищенной категории граждан. Президент предлагает создать сеть аптек с минимальным ассортиментом всех обязательных лекарств и ценами ниже в среднем на 25%, чем у частных компаний. Также Владимир Путин поручил провести мониторинг цен на лекарственные препараты в России и предоставить отчет до 20 марта. Крупные торговые сети хотят заморозить цены на социально важные товары. Соответствующий проект предприниматели готовят для передачи в федеральную антимонопольную службу. После одобрения этого документа цены будут заморожены на два месяца. Под проектом подписались представители сетевых магазинов «Магнит», «Ашан», «Дикси», «Метро Кэшн Кэри» и «Лента». Стоит отметить, что некоторые предприниматели из этого списка уже провели сдерживание ценовой политики в своих магазинах. Так, например, магазины «Дикси» заморозили стоимость гречки, риса, пшена, макарон, посолнечного и сливочного масла, а также других продуктов первой необходимости. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...